Тритоны продовольствия подготовили в региональном отделении Общероссийского народного фронта для жителей Донбасса. Нескоропорчащиеся продукты собирались всем регионам. В магазинах региональной сети «Гулливер» были установлены корзины добра, куда любой желающий мог положить консервы, крупы или что-то другое. После того, как все содержимое корзин собрали в штаб отделения, все продукты отсертировали по наименованиям и укомплектовали для отправки. Тележки добра, в которые неравнодушные жители нашего города оставляли продукты, нескоропорчащие продукты, которые можно будет транспортировать в другую регион. За мной находится порядка двух с половиной, даже чуть больше тонн. Это крупа, мука, макароны, чай, туалетная бумага, растительное масло. Вот это все необходимое, которое будет жителям Донбасса. Присоединились к акции ульяновские фермеры. Чтобы помочь с началом посевной кампании в состав гуманитарного груза, вошли семена, посадочный материал, пять бетонных мешалок и сто садовых тележек. Вместе с этим на Донбасс отправили четыре тонны питьевой воды. Для жителей ДНР и ЛНР любая поддержка сейчас важна. В общей сложности более тысячи человек приехало. Там у нас две партии было. Мы с ними занимаемся. Знаете, мы проводили очень много мероприятий для детишек и организовали спортивные мероприятия. Они занимались и футболом. И в федерации самбо активно даже включили свой график дополнительных детей, чтобы они бесплатно занимались. Активисты Народного фронта уже доставили больше тонны прудноборов временным переселенцам. Сладости, вода, детское питание, гигиенические средства, крупы, игрушки. Ежедневно в штабе сортируют и передают продукты и предметы первой необходимости в городские пункты временного размещения. Здесь возрастные заявки 4-летнего мальчика, который пожелал себе мягкую игрушечку, собачечку. Например, для мальчика 14 лет он пожелал тоже игрушечку. Мы для него подготовили, отдельно упаковали. Для детей более малолетних возрастов у нас также имеются памперсы, которые индивидуально каждому отдаем. В Леновске подарки весом 20 тонн отправят сначала в Ростов, где находится Центральный штаб Народного фронта. Вместо своего назначения на Донбасс они прибудут ко Дню Победы. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.